Друзья, всем привет! С вами Мария. Вы на канале, который посвящен рукоделию, вышивке крестом. И сегодня настал тот час, когда я собралась снять первую часть видео о своих запасах. Да, слабонервную просьбу удалиться от экранов мобильных устройств и ноутбуков, потому что сегодня я вам продемонстрирую все свои запасы тех наборов, ну, таких разношерстных. Тут будут русские производители и не русские производители, но не Dimensions. Dimensions мы оставляем на потом. Вот, достала я вчера свою коробку гигантскую. Вот, вынула из нее наборчики, посмотрела. Думаю, да. Думаю, да. Ну, на самом деле масштабы бедствия не такие катастрофические. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Итак, самый первый набор, с которого мы начнем, я думаю, это будет вот этот вот набор от фирмы, как у нас его называют, Ангор. Да, куплен он на волне вышивания, вот, последняя моя картина, которой я сейчас, собственно, занимаюсь. Я решила, что в пару будет прекрасно смотреться с ретроавтомобилем еще один ретроавтомобиль. Поэтому вот такой вот сюжет я все-таки решила себе приобрести, о чем я не жалею. Вот, у нас написано 20 на 30 сантиметров. И если верить производителю, то высокий уровень сложности. Ну, мне кажется, здесь все сложности, это вот этот бэк. Кстати, он мне здесь не нравится. Я думаю, что это я буду делать укладной нитью, скорее всего. Так. Продолжаем. Следующий наборчик, который у меня здесь в стопочке лежит. Ну, на самом деле, некоторые из них я вам уже демонстрировала, некоторые нет. Ну, я думаю, ничего страшного, если мы немножко повторимся. Вот такой вот наборчик от фирмы Артист. И я про него рассказывала, просто вам его покажу. Он идет на принтованной конве. Вот такого плана. Он был открытый. Я его покупала через Инстаграм. Ну, и я думаю, что на этом можем перейти к следующему наборчику. Следующий набор. Вот такой. Чудесная игла. И, по-моему, я поняла, что я не все наборы достала, которые не Dimensions. Где-то у меня лежал еще один наборчик от чудесной иглы. И я потом вам его покажу, естественно. Не знаю. На самом деле, мне чем-то этот сюжет понравился. Чем сказать не могу. Пока будет лежать. Пока у меня его не к чему вышивать. Здесь ничего не видно. Семка. И все. Да. Не написано никакие митки мулиные. Никакая канва. Ну, думаю, гаммуская, наверное, канва. Не знаю. Ну, пусть пока лежит. Следующий наборчик, который я много у кого в запасах видела. У меня он тоже есть. ЛКС. Такая вот подушечка. Так, он у нас идет, по-моему, на... Да, на флобе 25-го каунта. Вот. Я уже даже знаю, где эта подушечка у меня будет находиться. Поэтому... Ой. Буду обязательно ее вышивать. Не знаю. Мне не очень нравится такая вот намотка на палетках. Или как они называются. Ну, что делать? Извиняюсь за шелест. Сами понимаете. Наборчики я в основном не вскрываю и не перекладываю. Такой набор. Панна околица. Чем-то он мне понравился. Я не знаю, чем дача, что ли, он мне мою напоминает. Куплен был на вот этой вот великой распродаже всех времен и народов. Как вам кажется? Не знаю. Точно будет лежать долго. Я уже даже как бы не питаю никаких иллюзий по этому поводу. Потому что... Ну, пока вот он не попал. Не попал в настроение. Но сюжет чем-то мне приглянулся. Наверное, небо. Наверное, такая вот какая-то осенняя погода. Что-то в этом есть. Мне кажется, если еще применить канул, потому что канула здесь 14-я, заменить на канул поменьше, то будет еще лучше. Мне так кажется. Так. Дальше, дальше, дальше у меня лежат наборчики от фирмы Reolis. А конкретно Reolis Premium. Вот. Поэтому приступим. Первый из них это вот такая вот мадам Манеза вышивкой. Прекрасная. Вот. Ну, здесь все стандартно. Очень симпатично. Обязательно... Обязательно-обязательно. Как и все свои наборчики. Я хочу ее выжить. Влюбилась в нее после видео Олечки соло-хобби. Оля, тебе большой привет. Красиво. Мне кажется, очень так... Как будто масляными красками написана картина. И выжитая картина будет выглядеть именно так. И мне. Она почему-то напоминает меня. Почему-то не знаю. Так. Следующий набор из этой же серии Reolis Premium. Это весенние тюльпаны, которые вышивала Алина Рукоделия. Алина, тебе большой привет передаю. Шикарно-шикарная картина у нее получилась. И я, вдохновившись ею, решила, что мне оно тоже нужно. Тем более, что я люблю тюльпаны. Просто обожаю их. И даже если я решу их вышить не себе, а, например, маме. Мама у меня тоже очень любит тюльпаны. В общем, это стопроцентное попадание. Поэтому тюльпаном быть. Так. Следующий наборчик. Следующий наборчик. Следующий наборчик. Вот такой. Накануне Рождества. Очень мне нравится. Я, когда увидела где-то, я не помню уже где, эту картинку. И когда я увидела, что она вышивается на конвее, я думаю, сейчас видно, с люрекса, я поняла, что все. Устоять невозможно. Совсем невозможно. То есть совсем-совсем невозможно. Поэтому вот. И очень хочу в этом году, к Новому году, ее вышить. Как вы думаете, у меня получится? Я думаю, что получится. Я даже уверена в этом. Я буду прикладывать для этого все свои усилия. Так что, вот такой вот он Christmas Eve от Riolis Premium. Так, дальше у меня следующая на очереди стопочка наборов китайского производства. Помните мне, я о них снимала как-то видео. Ну, я думаю, ничего, повторение моего течения. Ну, и на самом деле, ничего здесь такого нет ужасного, чтобы показать их еще раз. Но для тех, кто со мной в первый раз, сейчас наверху появится ссылочка на предыдущее видео, в котором я как раз об этих наборчиках немножко говорила. А вам сейчас быстренько их покажу. Особо не буду останавливаться. Так. Joy Sunday Cross Stitch. По-моему, по-моему, по-моему. Да, это все наборы у меня на напечатанной конве. Да. И к нему в пару вот такой наборчик. Будут. Очень мне не нравится. Очень мне не нравится. Следующий наборчик. Вот такой. Дама за вышивкой. Это я. Как всегда. В прекрасной шляпке. Единственное, что мне не очень нравится ее подбородок. Какой-то он. Не знаю. И вообще. И губы, и нос. В общем, вот это место очень странно. Не знаю, что будет. Может, придумаю. Ну, в общем, вот тоже я не очень мне вскорвала. Дальше идет серия таких вот а-ля детских сюжетов. Хотя вот этот не знаю, насколько детский. Ну, знаю, куда я его вышлю. Когда я до него доберусь. Так, вот такой. Вот сюжет Алина Рукоделия тоже его вышивала. Принцесса. И принцы. Следующий лот нашей программы. Следующий номер. Это Риолис. Риолис у меня в запасах есть тоже. Естественно. И, кстати, Риолис я очень люблю. Я в свое время, года, наверное, три назад, возобновила как раз свою вышивку. Вспомнила о том, что это такое. И возобновила я как раз это все, вышивая наборчик Риолиса Санкт-Петербург. Сейчас сюда постараюсь ставить вам картинку готовой работы. И вы знаете, я тогда как-то не знала о том, что есть водорастворимые маркеры, о том, что есть мононить. Но я интуитивно разметила всю канву обычными нитками, швейными. Конечно, у меня потом возникла проблема с их удалением с ткани, но вот вы понимаете, у меня уже было стремление к тому, чтобы поделить кусочек канвы на квадратики 10 на 10. Вот так. Покажу быстренько Риолис. И надо мне будет уже закругляться. Вот. Ну, тут не только Риолис, на самом деле, будет, значит. Итак, вот такая вот сербская деревня. Я здесь подкладывала канву 14, по-моему. Ой, какой кошмар. Потому что 10, ну, это просто жуть. Посмотрите, какой крупный кусочек, вам покажу. Хотела поменять, не знаю, может, поменяем. Так. Далее. Мать и дитя, естественно. А, здесь я уже тоже положила канву поменьше. Вот в мире ушивки ее покупала. Далее наборчик. Вот такой вот. Какой-то летний пейзаж. Я его уже показывала, но вот и к нему в пару. Мне очень понравился Санторини. Пока лежит, ждет своего часа. Прекрасная, мне кажется, парная композиция. Следующий наборчик. Это вот такие вот розы по мотивам Ренуара. И, естественно, я думаю, что вы помните, я вышивала ирисы Ван Гога. Сейчас ссылочка появится в правом верхнем углу. И вот такие вот розы Ренуара. Они великолепные. Я смотрела видео. По-моему, Полина Шиповник начинала вышивать эту картину. Полина, тебе большой привет. Жду твоих видео очень сильно новых. Вот. Так что этой картине быть определенно. Ну что, давай. Дальше идет серия городов мира. Такая вот Венеция. Переложена в пакетик из-под китайской вышивки. Просто мне не очень нравятся эти пакетики. Они очень-таки приятные, у них удобно хранить. Венеция. Давайте я прямо вот так пока положу. Агра. Берлин. Рим. Москва. Лондон. Нью-Йорк. И Париж. Здесь не видно сзади, но все эти вышивки идут на принтованной конве. То есть, вот это паспарту, так называемое. Это принт. Шикарно. Просто великолепно выглядит. Правда? И все эти наборчики мне бы, конечно, хотелось вышить за один присест. То есть, взяться за один и вышить сразу серию. Потому что я согласна вот с мнением девочек, которые говорят о том, что серийные работы, серийные работы надо вышивать сразу. Все серии. Вот мне кажется, что это правильно. Потому что тогда вы как бы закроете эту серию вышивок. У вас они не будут висеть, как вот что-то такое, что нужно это вышить, это сделать необходимо. Нет. То есть, вот на мой взгляд, это как бы важно. Это имеет значение. Чтобы серия была вышита сразу. Если это серийные работы. Поэтому раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь наборчиков, когда вы увидите, что я приступаю к первому, это будет говорить о том, что я мысленно, морально готова к тому, что я буду вышивать их все подряд. Вот. Кстати, в тему о серийных работах у меня есть два вот таких наборчика. Жаб на отдыхе и жаб дома. И жаб на работе у меня вышит. И я вам его обязательно покажу. Ну, хочу вот эти вышить, две работки, и потом уже показать вам все сразу три. Надеюсь, что в багетной мастерской, в которой я оформляла первую работу, будет такой же багет, такой же паспорту. И художник, который не делал частичную роспись. Хотелось бы все это сделать в одинаковом стиле. Ну, вот такие работки от Панны у меня есть. Они не сложные, но такие. Знаете, немножко тоже раздражает вот эта зашивка. А потом, посмотрите, меня все время умиляет. Вот на фотографии, обратите внимание на крестики и на канаву. Жуть вообще, как можно такое на обложку выставлять. Хотя сами наборчики хорошие. Получается, картинка симпатичная, веселенькая. Ну, вот такие вот перекошенные какие-то все фотографии. Как-то тут канва не очень солидно, честно. Так, следующий набор от Риолис вскрытый. Почему? Потому что я отсюда забирала чего-то. Или не забирала. Смотрите, канва. Ага, это канва из ирисов. То есть, я канву меняла. Я взяла отсюда канву Цвайгарт на ирисы. Сюда положила вот эту, которая еще непонятная, Риолисовская, была раньше. И, не знаю, возможно, что сюда, в этот наборчик, буду равномерку потом вкладывать. Либо хорошую канву. Ну, вот это мне не понравилось. Во-вторых, не очень. Флокс, да, по-моему, эти цветы называется? По-моему, флоксы. Следующий набор. Вот такой китайский. Спасибо Марине Фрок за то, что она показала. Этот набор, я его себе захомячила. Вот, Валкам. Надо сделать и повесить. Будет круто. Боже, что работы здесь не так много. Так, следующий наборчик. Я вам, по-моему, уже один раз показывала. Это моя гордость. Буцива. Вот такой вот Иерусалим. Мой любимый город. И очень мне нравится эта разработка. И когда я увидела, что... Это, кстати, по-моему, Гобелена. Когда я увидела, что... Эта картина продается на ebay. Я ее решила купить. Остала на ней дешево, кстати говоря. Ну... И вот с этим надо будет повозиться. Но пока я смакую вот это чувство, я не готова сейчас взять эту картину в работу. Наслаждаюсь тем, что у меня есть наборчик. Следующий набор. Вот такой вот Панна. Золотая серия. Что меня смутило. Я заказывала через интернет этот набор. И он почему-то у меня пришел в такой странной упаковке. Но золотая серия Панны. Она комплектовалась не такой шелестящей. А там какая-то другая должна быть. Но я проверила схема на месте. Канвай приложенный на месте. И вроде все в порядке. Но вот это вот тоже не презентабельно совсем. Но эта картина была тоже среди тех наборов, которые продавались на распродаже. И... Вы знаете, я не могла ее нигде найти. Ее очень быстро, видимо, раскупили. Я ее купила без распродажи в интернет-магазине. Но мне настолько понравилась эта Миранда. И это тоже некоторое из воплощений меня. То есть вот вы знаете, когда я вышиваю ржеволосых женщин, хотя я их еще ни разу не вышивала, но я их определенно буду вышивать. И душу розы, и вот эту Миранду. У меня такое какое-то внутреннее ощущение, что я вышиваю свой портрет. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но это так. И поэтому вышивать буду. И на самое видное место повешу. Так, чтобы все гости видели, какая я красивая. Ладно, я шучу на самом деле. Набор этот у меня есть, и это меня очень сильно радует, что я его таки нашла. А мешок... Ай! Наборы повалились. Аймешоп, вот такой вот веночек-вышивальщица. Вдохновила Оля Сулахобина. Нет, а оригинальный веночек был. Правильно вышит. А я решила заказать с Аймешоп. Вы знаете, я так открыла, посмотрела, мне все понравилось. Даже если хотите, мы сейчас с вами... И вот тут все очень легко достается. Я вам покажу кусочек схемы. Посмотрите, какая схема шикарная. Во-первых, она цветосимвольная, как я люблю. Во-вторых, посмотрите, какая крупная. Ну, это просто сказка. Канва. Оверложенная. Восемнадцатая. Ниточки. Ниточки хлопок. Он мне так кажется на ощупь. Прям хлопок-хлопок. Вот. Трофей. И у нас осталась на сегодня последняя стопочка. Это наборчики фирмы Classic Design. Тоже очень коротко. Я вам их покажу. Италианский пейзаж. Это копия Дима. Посмотрите, переложила тоже в китайский конвертик. Ну, потому что, на мой взгляд, прекрасно, прекрасно выглядит в этом конвертике. Ну, чуть-чуть, видите, туговато застегнулось, но тем не менее. Дальше. Кот Леонардо. Кот-художник. Вот такой вот ягодный веночек. Да, веночки я димовские люблю. Один, как вы знаете, у меня есть. Сейчас тоже в правом верхнем углу будет ссылочка на видео о нем. А это именно венок всех сезонов. Летний венок, естественно, венок с розами. И весенний венок, венок с калибрия, который я все жду, что он появится опять на мере вышивки. Пока его не вижу, но вроде как его перевыпустили. Вот так вот, девочки-мальчики. На этом сегодня я буду останавливаться. Сейчас посчитаю количество наборчиков, запишу их себе в блокнотик. И потом, в конце, когда я закончу всю эту эпопею с видео о своих запасах, мы методом нехитрого математического подсчета определим, сколько же наборов всего у меня в закромах. Но чую я, что их очень даже много. А на этом все. Надеюсь, что вы со мной прекрасно провели время, повышивали, посмотрели на мои запасики. Всем хорошего дня, всех целую. До новых встреч, пока-пока!